Продолжение следует... Пошел, пошел. Расталкиваться бесшажным лидер Норвегии. Но надолго ли его хватит? Сейчас видно, что атаку, в общем-то, его подхватывают. И нельзя сказать однозначно, что это ускорение станет ключевым в реалиях этой гонки. И Устюгов, и Дарья Колоня включились. Может быть, чуть позже, чем надо было. Тем не менее, не очень большой зазор между Сенгой и преследователями. И вот здесь сразу после этого ускорения стало понятно, кто на что способен. Потому что тут же группа подрастянулась. И за Сунгую, далее за Устюговой Макалони потянулись в конечном счете не все. Матти Хейкера, на которого ты решительно ставил в этой кампании, тоже здесь оказывается. Ну что, ну вот теперь уже преимущество Сунгую выглядит более солидным. Отыграть его будет не так-то просто. Компания преследователя довольно интересна. Причем здесь три россиянина. Мартин Сюнгю, здесь же присутствует Николас Герхаук. И здесь же Дарья Колоня. Хорошая шестерка. Не очень много остается времени для того, чтобы ликвидировать. Отрыв. Ну а Сергей Устюгов вновь на острие этой группы. Пик этого круга позади. Вот теперь нам еще предстоит посмотреть на небольшой подъем, где, наверное, теоретически можно контратаковать с этой камерой, оценить отставание российского дуэта не так просто. Да, Рев Колоня явно помешал Матти Хейкенену. Сережа Устюгов перестроился таким образом, чтобы помешать Николасу Дюргаугу. Ну и держат, держат Ларьков, Устюгов, преследователи Мартина Сюнгю. Сами идут примерно в таких же скоростях. Я так понимаю, что Ларьков делает все, чтобы у Сергея сохранилось призовое место в этой гонке. С учетом того финиша, который Сергей может выдать. Ларьков пока ведет вторым. Третьим Хейкенен. Четвертым ведет Устюгов. Пятым Николас Дюргауг. Дальше Дарьо Колоня. Саша Бессмертных. Ну что, с победителем этой гонки все понятно. Последнюю точку на трассе, где можно было реально контратаковать, мы уже преодолели. Мартин Йонс Рудсунгу побеждает впервые на этом турдеске. Просто понятно, потому что этого первым становился только Сергей Устюгов. Смотрим на финише, как дела обстоят у Сергея в борьбе с Матти Хейкененом. Конечно, имея более серьезные спритовские возможности, он опережает лидера сборной Финляндии. Становится вторым. Матти Хейкенен 30. Стоит ли расстраиваться тому, что произошло? Да ни в коем случае. Понятное дело, что за последние дни, с 31 декабря, мы привыкли к тому.